Сегодня около двух часов ночи на 38-м километре автодороги Яшкуль-Комсомольский-Артезиан произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. По предварительной версии произошло столкновение пассажирского автобуса, двигающегося по маршруту Дагестан-Москва, с грузовым автомобилем КАМАЗ. В результате ДТП от полученных травм скончались трое пассажиров автобуса все жители Республики Дагестан. Один мужчина, также две женщины 1986 и 1998 годов рождения. В медицинское учреждение доставлено пять человек, их данные устанавливаются. По факту ДТП в Черноземельском районе проводится проверка. Все 162 общеобразовательные организации Калмыкии прошли приемку межведомственных комиссий. Об этом заявил заместитель председателя правительства Республики Бова Вабадмаев на совещании под председательством вице-премьера страны Татьяны Голиковой. Основная тема – готовность школ к новому учебному году. Как было озвучено, в День знаний в Степном регионе за партой сядут 35248 учеников, в их числе 3631 первоклассник. В торжественных линейках примут участие только первые и 11 классы. Органы власти проделали большую работу. 90% школ подключены к сети интернет. Все учреждения оснащены туалетными комнатами. Для подвоза школьников подготовлены 164 автобуса. Дети полностью обеспечены бесплатными учебниками по основным общеобразовательным программам. Горячим питанием будет охвачены все ученики начальных классов. Ежедневно будут проводиться уборка и дезинфекция помещений. По словам министра здравоохранения Юрия Кикенова, ключевые направления профилактики режим термометрии, гигиеническая обработка рук при входе в школу, приобретаются рециркуляторы, в наличии имеются средства индивидуальной защиты. За каждым классом закрепляется отдельный кабинет, в котором дети будут обучаться по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального оборудования. В каждом образовательном учреждении, в каждой школе будут медицинские работники на входе проводить осмотр детей и допуск их в школе. При малейших сомнениях, дети в школу допускаться, конечно, не будут, потому что занести инфекцию в образовательное учреждение, это чревато, сами понимаете, осложнением. Поэтому на сегодняшний день будут созданы мобильные бригады, которые в каждом образовательном учреждении будут проводить утренний фильтр учеников. Такие мероприятия для нас не новость, потому что аналогичные мероприятия в обязательном порядке проводятся тогда, когда у нас идет заболеваемость по гриппу, превышает эпидемиологический порог, тоже входные фильтры. Также будем работать и сейчас. При ухудшении ситуации в регионе допускается переформатирование оточной формы на дистанционное обучение. Как пояснил Бова Бадмаев, принимаемые меры безопасности должны восприниматься с пониманием и поддержкой. Только совместные усилия органов власти, руководства школ, учителей и родительского сообщества могут и должны защитить подрастающее поколение от угрозы пандемии. 31 августа в Калмыкию поступит первая партия гриппозной вакцины. Как сообщают в профильном ведомстве, планируется привить не менее 60% от общего числа населения республики. В предыдущие годы прививки получали лишь 40%. Увеличение количества вакцинированных позволит спокойно перенести сезон простудных заболеваний. Сейчас планируем привить где-то 160 тысяч населения республики Калмыкия. Поэтому, я думаю, сделав эту вакцинацию, мы все-таки значительно снизим количество заболевших в 2020-2021 году. Во все лечебные учреждения республики Калмыкия в зависимости от плотности населения в том районном районе была доведена вакцина. И, соответственно, в первую очередь, это будут декретированные группы населения. Это дети, это работники ЖКХ, это работники образовательных учреждений, это работники медицинских учреждений и, конечно, те службы, которые в первую очередь контактируют с большим количеством народа. Это продавцы, это работники банков и прочих организаций. Медики напоминают, что вакцинация – это самый эффективный и надежный способ предотвращения гриппа и его возможных последствий для здоровья. В этом году нас атакуют сразу несколько новых штаммов, а коронавирус пока никто не отменял. И подхватить можно сразу две инфекции одновременно. Пока в Калмыкии готовятся к вакцинации, в Бурятии она уже началась. Там с июля начался подъем заболеваемости ОРВИИ и уже с превышением эпидпорога. Подробности мы теряли наших коллег из Бурятии. С июля начался подъем заболеваемости ОРВИИ и уже с превышением эпидпорога. Специалисты ожидают микс инфекций. Поэтому перед врачами стоит задача поставить прививки как минимум 60% населения республики. Это почти 600 тысяч человек. Вакцинация будет проводиться в рамках национального календаря, профилактических прививок. Ему подлежат лица, относящиеся к так называемой группе риска. Это в первую очередь дети, начиная с 6-месячного возраста, посещающие детские сады, школьники. Это лица старше 60 лет, лица с хроническими заболеваниями. И так называемые группы, профессиональная деятельность, которая тоже связана с наибольшими рисками заболеть ОРВИИ и гриппом. В эту группу попадает медицинский персонал, педагоги, работники транспортной сферы. Но специалисты призывают привиться всех. Я как врач считаю, что в первую очередь большая защита будет от тяжелых осложнений гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций. Мы ежегодно, к сожалению, встречались. Я работала главным врачом с тяжелыми формами гриппа, тяжелыми формами пневмонии. Поэтому только коллективный иммунитет позволит защитить. И сейчас для медиков очень большая задача – это 60% привить нашего населения, чтобы, еще раз повторюсь, был коллективный иммунитет. В этом году штаммы, которые входят в вакцину, полностью обновили. Будет использоваться на территории Российской Федерации трехвалентная и четырехвалентная вакцина. Нам ближе трехвалентная. Содержит она, будет содержать в себе подобные вирусы, подобные вирусу А. Два типа H1N1 и H3N2, обновленные штаммы. И вирус гриппа В викторианской линии. Если же будем использовать четырехвалентную вакцину, то там прибавляется еще один вирус гриппа В ямагатской линии, так называемый грипп типа Букет. На прошлой неделе в Бурятию поступило более 230 тысяч доз взрослой вакцины. На днях ожидается и поставка прививок для детей. Валерия Каратуева, Константин Гармаев. В Калмыкии еще два человека умерли от COVID-19. Всего за весь период зарегистрировано 50 летальных случаев. За минувшие сутки выявлено еще 57 случаев заражения и общее количество инфицированных достигло 3913. С выздоровлением выписаны еще 45 пациентов. Таким образом, вирус победили уже 2580 жителей региона. В госпиталях на сегодняшний день находится 381 человек с подтвержденным COVID-19. Восемь из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. В режиме домашней изоляции – 1961. Предприятия проверяют на соблюдение требований Роспотребнадзора. В этот раз члены межведомственной комиссии проверили объекты торговли на оптовой базе по улице Ленина. Участниками профилактических рейдов стали сотрудники МинжКХ, Управление ветеринарии, Госжилнадзора, Министерство экономики и торговли и других ведомств. В ходе проверки обследованы ряд магазинов. В некоторых выявлены нарушения. С владельцами и сотрудниками провели информационно-разнесительные беседы. Были выданы предостережения. Соблюдение требований Роспотребнадзора и указа главы республики должны строго выполняться. В настоящее время эпидемиологическая ситуация в Калмыкии по-прежнему остается напряженной. От каждого жителя требуется понимание и следование указанным нормам и правилам. Многие нам в магазине говорят о том, что заказали такое оборудование, но оно еще там в пути доставляется. То есть это достаточно такое бизнес, более-менее затратная мера, которую мы иногда фиксируем. Остальные же меры, которые установлены, то есть соблюдение масочного режима, социальное дистанцирование посетителей, наличие денежных средств, они в основном торговыми объектами соблюдаются. При повторном нарушении может быть в отношении юрлица, либо индивидуальный торговый составлен протокол об административном порушении и грозит штраф, если не ошибаюсь, от 30 тысяч рублей. В Калмыкии прошел учебно-методический сбор снайперов спецподразделений регионального управления Росгвардии. В течение пяти дней росгвардейцы совершенствовали профильные знания, умения и навыки, необходимые для выполнения служебно-боевых задач. Также прошли занятия по обращению с оптическими приборами, наблюдения и стрельбы, по маскировке позиций, организации засады и ориентированию на местности. Проверялись и теоретические знания основ и правил стрельбы, материальные части, обращения с оружием и боеприпасами. По завершении состоялись контрольно-проверочные занятия. От снайперов требуется в совершенстве владеть искусством меткой стрельбы, искусством маскировки, наблюдения, умения поражать цель с первого выстрела. Чтобы этого добиться, необходимо оттачивать свои навыки путем упорных тренировок, в ходе которых Росгвардийцы совершенствуют свое мастерство и передают накопленный опыт молодым сотрудникам. Подобные сборы проводим регулярно. Контрольные проверочные занятия показали готовность спецназа к выполнению служебно-боевых задач. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова